Сохранение и развитие коврового производства с этой задачей пытаются справиться не только оставшиеся цеха, но и частные мастерицы. Жительницы Хунзахского района активно передают свои умения молодому поколению. В селении Арани для этого функционирует Дом культуры. Его посетила наша съемочная бригада, а с места событий репортаж Луизы Раджабовой. В руках телефон, а на экране последние тенденции ковроткачества. В них, как никто, разбираются школьницы с селения Арани Хунзахского района. Здесь, в Доме культуры, учителя передают новому поколению почти утерянное в местных краях ремесло. Прежде чем подготовить нитку, надо подготовить шерсть. После того, как расчесали ее, вьем из нее нитку. Потом собираем нить в моток и красим. Учениц немного, а молодежь не спешит увлекаться старинным художественным промыслом. Однако среди них есть пополнение. Родители Алины – военнослужащие, переехали из Саратова два года назад. На уроке труда в новой школе девочка ознакомилась с ковроткачеством. Незнакомому Ременслу проявила любопытство. Один ковер уже готов и подарен родителям. Мне кажется, когда делаешь ковер с душой, то он получается очень красивый. И подарить родным, мне кажется, это очень приятно. Мама была удивлена, что такие замечательные ковры делают своими руками. И иногда даже она у меня спрашивает, как научиться ей делать самой. Основой дизайна является геометрический орнамент, символизирующий силуэты птиц и лепестков. Характерное сочетание теплых и холодных цветов придают изображению выразительность и утонченность. Этот промысел наших предков. Сейчас это все утрачивается. Раньше в селе была большая фабрика. Теперь ее нет, и чтобы не потерять технологию старинного производства ковров, мы передаем подрастающему поколению. Процесс изготовления этого изделия требует от учениц завидного терпения и усидчивости, поскольку работа выполняется в сидячем и полусогнутом положении. Их учителя – опытные мастерицы. Зная схему построения узора ковра, выполняют его по памяти. Обучаемся у взрослых, и меньше людей интересуются именно этими промыслами, которые были у наших бабушек, чем они занимались. И поэтому, наверное, больше на синтетику перешли. Но это очень ценный труд, очень красивая работа получается. Долгая работа над ковром дает свой результат. Ковры – как произведение вечно молодого и уникального искусства. Сохраняют традиции прошлого для наших дней. Луиза Раджабова, Гаджи Магомедов, телеканал ННТ, Хунзахский район, Арани.